Удивительно, но факт, при достаточной открытости для СМИ и зрителей Виктор Вержбицкий сохраняет имидж загадочного артиста. Здесь, пожалуй, две причины. Во-первых, он предпочитает разговоры о творчестве, а на бытовые вопросы отвечает односложно. Просто не считает этот аспект важным. Во-вторых, ореолу таинственности поспособствовали роли, которые достаются актеру в кино, на телевидении и в театре. А может еще и манера игры. Ну что же, творческий аспект, действительно важнее. Он нем и поговорим. Виктор Вержбицкий родился 21 сентября 1959 года в Ташкенте. Фамилию он получил от своего прадеда, поляка из Кракова. Воспитывала будущего артиста мама. Она работала участковой медсестрой и оставляла ребенка на попечении бабушки, служившей в театре костюмером. Вот говорят запах кулис, он для меня не эфемерный, а абсолютно конкретный. Это когда лаком покрашена мебель, это когда пахнет нафталином, это когда есть какая-то театральная пыль, говорит актер. Виктор Александрович рассказывает, что его дебют на сцене должен был состояться еще в семилетнем возрасте. Однажды заболел юный исполнитель, игравший пастушка в постановке о Великой Отечественной войне. Витя попросил подменить, но в нужный момент он на сцену не вышел. Я жутко испугался, помню даже спрятался куда-то. Не знаю, как они выкрутились из этой ситуации, но выйти на сцену я не мог. Первое впечатление о театре и о роли, жуткий испуг, рассказывает Вержбицкий. Он говорит, что произошло это от понимания ответственности перед сценой, ведь рос театральным ребенком. После школы юноша не раздумывал и сразу поступил в Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. По окончанию работал в Ташкентских театрах, в небольших ролях снимался в кино. В Москву переехал в 1996 году. Мог бы раньше, предложения были, но признается, останавливала та же ответственность перед профессией. В Москве поступил в новый драматический театр, но в 1998 году перешел в Эдсета к Александру Калягину. Служит там по сей день, правда последние годы в качестве приглашенной звезды. Сейчас на сцене его можно увидеть в двух спектаклях, 451 по Фаренгейту и Компаньоны. Отсчет своей кинокарьеры Вержбицкий ведет с фильма «Сибирский цирюльник», 1998, Никита Михалкова, где сыграл адъютанта великого князя. Хотя до него уже семь раз появлялся на экранах. Я, можно сказать, сверяю остальные картины с этой. Это был абсолютно европейский высокий уровень во всем, и в художественном плане, и в техническом, говорит исполнитель. Однако знаковой работой Вержбицеково стала «Идеология дозоров» режиссера Тимура Бекмамбетова. Они подружились в 1980 году, когда учились в Театрально-художественном институте. До роли темного мага Завулона в «Дневном дозоре», 2005, актер работал с Бекмамбетовым в рекламах. В фильмах «Пешаварский вальс», 1994, «Гладиатрикс», 2001. Тимур не обходится без меня, во всех его художественных картинах я присутствую, я в курсе его планов и замыслов, признается Вержбицкий. Сниматься у друга ему интересно, режиссер всегда ставит необычные задачи, порой они рождаются прямо на съемочной площадке, и актер сталкивается с чем-то новым. Говорит, что Бекмамбетова невозможно предугадать, несмотря на многолетнюю дружбу. За роль Завулона в фильме «Дневной дозор» артист получил премию MTV Russian Movie Awards 2006 в номинации «Лучший кинозлодий». Загадочности артисту добавило приглашение сыграть роль ведущего цикла документальных фильмов «Мистические истории» с Виктором Вержбицкой Ким. Исполнитель говорит, что сам немного удивлен участием в проекте, но хотелось попробовать работу на телевидении. Для себя я решил, что ведущий. Должен занимать нейтральную позицию. Он является проводником в иной мир. Но сколько в мистических историях вымысла, а сколько правды, я и сам не знаю, говорит артист. Амплуа темного мага пригодилась в приключенческом телешоу «Форт Боярд». Его старец Фура, хранитель награбленных денег, за которые сражаются команды. Своими любимыми ролями называет работы в картинах «Турецкий гамбит», 2005, Джаника Файзеева и 12, 2007, Никита Михалкова. Джаник Файзеев досконально знает режиссуру. Обладает огромным кругозором. А главное, любит артиста, в этом случае мы можем свернуть горы, особенно я, опереточный павлин. Чтобы открывать в себе новое, нужно стать учеником кого-то умнее тебя, считает актер. За роль одиннадцатого присяжного, инженера-строителя в драме «12» Вержбицкий получил кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль» вместе с другими участниками актерского ансамбля. Он с удовольствием вспоминает работу на съемочной площадке, это была по-театральному командная история, все придумывали сообща, чувствовали себя учениками режиссера. Вообще, судя по интервью и карьере, народный артист Виктор Вержбицкий всегда готов учиться чему-то новому в профессии. Неплохое качество для творческой личности, как считаете. Друзья, работу этого интересного исполнителя вы можете увидеть на киноканале «Русский бестселлер». В программу недели включен сериал «Инквизитор. Детектив с элементами триллера». Не пропустите, читайте и другие статьи об актерах, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, вместе обсудим все самое интересное. Актер